Начали за здравие, завершили за упокой. Так можно известной фразой охарактеризовать итог динамовского игрового сезона. Футболисты бодро и резво начали первую часть. Большинство игр бело-голубые забирали под свое крыло, но после начались встречи Кубка России. И работу на два фронта наши не выдержали. Одна из причин – проблема с составом. Игроков просто не хватало. В результате внутри чемпионата побед стало меньше, а вот в Кубке мы дошли до элитного раунда, где играли против сильнейших клубов российского чемпионата. Оказалось недостаточно, так называемой длинной скамейки не хватило. В итоге перешли на весеннюю часть с потерями. Очень яркую игру показал в первых шести турах Кобелка Антон, который усилил наших конкурентов относительно Тюмень. Но нашу команду это ослабило. Но тем не менее он оставил такой яркий след. После яркий след оставили только двое игроков. Нападающий Динамо Владимир Завьялов и наш вратарь Богдан Корюкин. Они были на голову выше своих напарников. А еще хорошей игре помешали травмы. Их было много. Как итог, бело-голубые не могли одержать победу на протяжении 10 матчей. И несмотря на то, что последние две домашние встречи барнаульцы выиграли, заканчивали динамовцы сезон на выезде и там тоже проиграли. Поэтому в таблице мы на 12 месте. Четвертые снизу. Наверное, не случайно свой пост уже покинул главный тренер Александр Суровцев. Я не готова пока еще. Я на каком уровне. Зона очень сильная. Команды очень крепкие. В своем последнем интервью клуба Александр Валерьевич отметил, что устал оправдываться. И да, пусть во всех провалах винят тренера. Правда, с кем выигрывать, если в клуб никто не хочет переходить? Финансовые условия непривлекательные. Сложно сказать, изменится ли картина в предстоящем сезоне. За 15 лет в клубе поменяли 12 главных тренеров. Слабо верится, что картина кардинально поменяется. Сегодня в клуб приехал новый старый главный тренер Олег Яковлев. Он уже руководил бело-голубыми в 2015 году. Как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Надеемся, что в ближайшее время мы узнаем, как он планирует выводить «Динамо» из провала. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.